вот допустим некто юджин когда начинает свое видео он делает следующее заявление всем хай а я вот хотел бы когда начинаю свое видео делать другое заявление всем шампанского ватсон но дело в том что меня смотрят на люди не несовершеннолетние поэтому заявление это не вполне скажем так законно поэтому друзья мои здравствуйте рад вас приветствовать на своем канале жук муравейники с вами дядь саша велик ужасные всем газировки и молока хотя газировка тоже продукт не очень полезный по и заявлению некоторых странных охражданинов ладно это все неважно pms 200 серии номер 22 готовы готовы окунуться наверное да я тоже быстро напоминаю что такое pms 200 есть такое испытание в игре шезлонг парк испытание пока мертвые спят в этом испытании у вас не прибавляется здоровье когда вы сытые вам не холодно и спите вообще в общем здоровье не прибавляет столько шприцом первой помощи в этом испытании не живут кролики вообще их нету и в этом испытании не живут оленей оленей можно найти только в виде трупаков еще рыба очень плохо ловится ну что я хочу прожить 200 дней так у меня челлендж в рамках испытаний испытание не прохожу просто живу на данный момент здоровье 29 процентов как вы сами понимаете все весьма опасно поехали ну опасно или не опасно а дело в том что я вроде как сделал себе лосиную сумочку в прошлой серии вот она она красуется теперь могу тягать 40 килограммов ну и пора отсюда сваливать да было принято решение что надо отсюда уходить ведь видишь сам здесь больше нечего ловить нужен ли мне мне еще на гвоздодер а у меня вообще гвоздодера при себе нет ого-го-го-го-го полегче откуда я столько факелов ты нахапал вот теперь надо как-то аккуратно двигаться короткими перебежками но можно через шахту пойти да да церкви а потом да вообще зачем до церкви просто через шахт я тут вдруг понял что я могу ходить через шахту неожиданно дошло значит сейчас я попробую забрать все с собой нужное ненужное оставлю тут возвращаться сюда я вряд ли буду делать мне здесь особо нечего так слушай но надо глянуть в записной книжке по моему меня еще один тяжелый молот есть на прибрежном шоссе дело в том что тяжелый молот и для меня актуальны ага но там он точно был насколько я помню охрененная вообще записка ладно я с собой тяжелый молот не понесу слушай дядь саш может ты будешь почаще что-нибудь писать что-то так мало пишешь шкуры это я все с собой забираю кто не пупай себе не пупай себе сколько мне с собой нести металлолом ладно пусть останется клен заберем березы тоже заберем ткани 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 но мне один из штук при себе есть но вообще ткани как бы не знаю я сюда буду возвращаться ладно вдруг я сюда буду возвращаться металлом пусть тогда останется пусть металлолом останется ну и давай оставим пару шкур на всякой случай случай бывает как известно разные да да так медвежать на сырая пусть тут валяется это все тут валять так у меня спички насколько я помню лежали вот тут вот сейчас мы садиса нет в это отверстие ты десантироваться не смогешь слушай красный ящик ножовка еще один гвоздодер что у меня здесь здесь у вас все что вам нужно с собой забрать спички на спички придется все пока упереть отсюда все планы сюда не возвращаться поэтому забираем все что есть металлолом металлолом а зачем он тебе нужен крючки делать крючки делать крючки делать я не помню если там у меня ножовка да по-моему есть у меня там была ножовка тоже перья перья тоже забрать как все больше ничего тут нету как нет а таблетки давай таблетки тоже заберем так ну я фактически здесь ничего не оставил ножовка да нет ножовку оставил гвоздодер оставил это придется записать уголь сейчас запишем запишем что здесь есть ножовка два гвоздодера да нести мне с собой гвоздодер так хочу и два по пути что ли нашел гвоздодером блин неужели вот что ничего то не записал что там где главным у тебя вес есть гвоздодер возьмешь этот гвоздодер 43 процента инструмент красный по моему у меня там есть красный инструмент 1 инструмент тащить не буду пока но напишу что он здесь лежит добрин идти за ним сюда вдруг я сюда приду потом ковать ковать но тяжелый молот я пока забирать не собираюсь этот вы задерли на 7 процентов так что у нас в ящиках а трута нифига разрушенный нож разрушенный нож мясом так значит сам 95 день ну я скоро блин сто дней проживу так 95 день кита бой но я сатана циян так ножовка глаза додер ты меня называла так красный инструмент красный инструмент улыбка красный инструмент это чё еще есть у вас тут и какой-то инструмент ю ю инструмент ю так мясо уголь пара кишок вода на есть ну наверное есть немного воды напишем немного немного воды хватит пока пока хватит что-то еще и тут важный забыл да нет ничего тут важного не забыл все ну проверяем ну да воды немного мяса есть уголь там был но основной вроде записал а спальними шутчик а чё у меня там насчет шитья а улочек у меня много ну тут чё главное не замерзать персонажу нельзя давать персонажу замерзать уж если он будет замерзать то это будет ай 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 намного мясо в церкви а тут что прогоркло и медвежать на приготовленное но я с собой возьму блин но они будут конечно на меня это агрится из-за того что у меня такая вонь но с другой стороны мне тоже как-то не брать совсем мясо и те там сейчас где-нибудь застряну а у меня мясо нету не я вообще не помню не у меня там мясо много да да там а мясо мне много там а это в прибрежке я помню оставался медведь какой-то медведь точно оставался было 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 так ну чё вперед вроде все забрал слушай сигнального пистолет у меня еще нету а есть а где ты у добыл удар на в ущелье ходил а чё так ракет мало раз-два и обчелся куда я потратил хрен его знает куда ты их потратил так 17 наконечников это все нажито непосильным трудом наконечники точно нигде не оставил так а новый нож топор у меня есть нож топор а я же хотел сделать новый а где их оставил я их уже заюзал и вот превратил такие вот ножи и топоры полу разрушенные наверно потому что то делал блин на титаник бы заглянуть что будем на титаник заглядывать вдруг я что-то где-то забыл я вот взял и не стал записывать до остридина это вот очень плохо да не здесь вообще ничего нету так ладно придется все-таки тебе зайти на китобойное судно титаникус пошли на титаникус пошли пошли глянем что этом проверил как по крайней мере может записки напишу что там у нас на титаникусе происходит пойдем пойдем до титаникуса дойдем но тяжелый молот я здесь пока оставлю в любом случае пусть он здесь остается так значится значится до кролячь перчатки мне не светит ну вот у меня есть два свитерка таких в принципе надей одежду меня а шапками 2 не туда да да вот найти бы где-нибудь вторую шапчонку ну и штаны себе надо сделать вторые это единственное что мне поможет утеплиться я поглядим какая-то будет температурочка на улице ну с 15 до титаника надо быстренько добежать если никакая зверю из зверюга по пути не встретит а зверюга может встретить по пути вообще надо идти дальше идти дальше по локациям и искать еще шприцы первой помощи потому что у меня шприцов сколько осталось 2 до 2 это мало шприц поднимает здоровье вроде на 15 процентов поэтому не трудно посчитать сколько мне нужно шприцов здоровья хотя бы до 80 процентов вывести у меня сейчас 29 ваш предстоит 30 59 ну хотя бы три шприца от 45 процентов отчетом получается 45 плюс 20 65 плюс 974 но 74 тыс нормально жить можно да нет пресс можно из 29 жить вообще можно из 15 жить но первая же рукопашка с волком может закончиться гибелью правильно правильно вообще ты хотел идти через шахту а чешешь ты напрямую ладно ничего не поделаешь пойдем напрямую я просто хотел сюда зайти глянуть что тут у нас на титанике происходит какие тут вообще движухи в титанике а чё там практически нету не тогда я не буду жечь тогда лучше я уж факел зажгу спичек у меня много а топлива у меня мало надо попытаться уйти на рыбалку и рыбу наловить и она ловится плохо как уже говорилось так тут у нас мясо уголь дрова синий инструмент металлолом и где-то должен быть тяжелый молот вот он тяжелый молот очень хорошо значит сейчас мы все это запишем тут много металлолома дрова уголь мясо да и синий инструмент так значится но это тоже 95 день я так думаю так 95 день сейчас у меня погаснет мой факел да и пусть погаснет титаник значит тяжелый молоток теперь тяжелый молоток а можно посчитать сколько металлолома много металло не будем считать металлолома так теперь много дров напишем что много и угля есть мясо и вода есть же вода синие и насаторументы так надеюсь все я ничего не забыл важного да надеюсь надеюсь что не забыл так ну вода воды мало конечно всего лишь две ну есть на 1 на первое время есть инструменты брать не буду хрен чё помню что у меня там до должны быть инструменты по пути по идее а вот еще вода есть должны быть инструменты обязаны быть инструменты в этом как его зовут неужели в прибрежке в азесе не мне не осталось никаких инструментов то быть такого не могет минус 11 можно бегом перемещаться можно в церкви поспать одну ночку зачем так это дг это как его там профилактика клаустроической фобии а то еще припросить прибрежку буду там себе портки всякие шить давай в церкви пер ночуем я не знаю там дробь те хватит а вот это хороший вопрос это надо будет проверить что там по дровам так то в принципе середина дня можно и не ночевать короче я не знаю как лучше быть замерзнуть я пока не замерз с другой стороны что тут торчать прибрежки если чего идешь бороться своей клаустрофобии на рыбалку да тут власть а главное не встретить не встретить бы здесь какого-нибудь а лосика не ну а ты до этой добежишь да как я там зовут до шахты до шахты далеко друг мой ну да и мне здесь придется остаться хошь не хошь а придется тебе здесь немножечко поспать ладно поспим немножечко это что метель начинается лет волки где-то вдалеке воет конечно в медвежьей шубы она а вон волк до медвежьей шубе она конечно потеплее будет безусловно все таки такого лютого мороза хотя как опять какая погода не ну если бы я сейчас шел там каких-нибудь куртках своих какими там были они лыжные по-любому я замерзал сейчас зайду в церкви оценю сколько здесь находится до до равишек я там запас какой-то делал должен был делать но это все равно надо проверить что тут я делал вообще на ночь на ночь чтобы здесь оставаться не может просто отогреться она здесь оставаться того на попрем да не буду надо GS 나도 яiosis уже сидеть сколько тут можно уже сидеть сколько тут можно тут воды слушая банки где-то забыл Jill Damien esse не забыли банки меня есть не забыл и банки я не забыл так надеюсь никакой волк в церковь не зайдет тут помолиться как было один раз одеты посмотреть как был один раз бог церковь помолился я вам еще смогу вывести вот сюда вот на экран уголок вывести но смотрите вот как волк забегал церковь помолиться пациент как я чё-то не понял вас товарищу волк он заходит в церковь все от забегался я тоже вот так разжигал бронспойтик а тут волчишка забежал так сказать на дневную молитву или на вечернюю на какую там забежал ну и всего и началось в колхозе утро остридина замерзает сам и уголька сюда кинем не замерзай не замерзай не замерзай так ну чё спать будем или как как будем ожидать как будем ожидание ожидание как у нас будет проистекать можно часик поспать да и гляну что там по погоде собирается непогода начинаться или собираются дров больше класть не буду в общем церкви здесь нормальный запас тоже здесь мясо уголь здесь есть мясо угли очень много воды так пишем мясо угли очень много воды значит а чё там день еще 95 до 95 так 95 день да где точка твоя зэ зэ сэр кого а это церк святого кристофера не кристофер это в милтоне церква много мяса угля очень много воды жить можно жить можно 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 именно можно жить можно еще жить можно-то Вообще жить можно, а да. Ну, можно так можно. Только осторожно. Так, жить можно. Только осторожно. Чё там час ты собрался поспать, да? Ну, значит, спальничек вот сюда вот на. Ну, на, на. Ну, на, спальник на, положи на. И час на, поспи на. Вот. Поспал. Оставаться тут не хочу. Пойдём дальше. Правильно? Правильно. Мясо будем жрать местное? Мясо местное? Нет. Своё жрите. Жрите своё. Чё это вы местное мясо жрать собрались? Вот воды вам разрешают сюда взять. Да. Ну, допустим, литр. Раз, литр, два. Так, спальник я забрал? Забрал. Теперь, значит, факелов себе надо взять немного. Получше этих повыкидывать. Так, это тоже хреновый факел. Ну, ладно, давай вот это возьмём. А то если все выкидывать будешь, то и брать-то нечего, кажется, в конечном-то итоге. Ну, вот тоже давай возьмём, годится. Чё-то поздновато я записки начал писать на сотом дне, да? Да, надо было раньше их писать. Просто когда много веток выживания, плюс на стримах какие-то бомжи всё время, надо писать. Оно же всё невозможно запомнить. Оно кажется, что это было в этой ветке выживания, а это, оказывается, было на стриме. Ничего не помнишь так. Растяжение появилось. Факелами утяжелился. Ну, ничего. Утяжелился нормально. Так, чё ты пошёл как-то? Не порыл? А у меня есть, если чё, камень? Камень есть. Всё. Ну, факел я сейчас пораскидаю, попойте и полегче буду. Да, палки пока собирать не будем. Ну, смотри, температура минус 7, да? Вот это я понимаю температуру. При такой температуре можно дойти куда хочешь. Я, говорит, палки не буду собирать. Ага, ты не будешь собирать. Да, я тебя знаю. Спальник с собой, с собой. Ты палки вообще никогда, ты вообще ничего не собираешь. Мороз невелик, но стоять невелит. И давай вот тут поднимемся нормально. А то в прошлый раз ты куда-то полез по каким-то косогорам и чуть ноги не переломал. Своей остридиной. Остридине. Было-было. Слушай, сколько ж я просидел в этой зоне запустения? Я сюда пришёл, наверное, где-нибудь на какой-нибудь 50. Я тут не 50 проторчал. Вот у меня уже пол это, пол срока. Пол срока я тут отмотал. Пол челленджа. Да. Ну, здесь вроде волки не должны шариться. Я не помню, чтобы они вот в этих краях шарились. Они вот там внизу ещё ходят, по дороге. А здесь вроде всё уже. Ну, сейчас они будут в старом острове между зонами мне встречаться. Их там много. В прошлый раз я как-то проскользнул. Даже не помню, как, что там было. А вот сейчас-то по полной мы с ними познакомимся. Поздна-поздна познакомимся мы с ними сейчас по полной. Минус 7. Значит, сейчас планы такие, ближайшие. Приду в прибрежку. Сошью себе штаны. Вот. И надо будет отправляться куда-то. Куда-то отправляться. Можно попробовать сходить на Волчью гору. Можно попробовать на Волчью гору сходить. В отвратку сходить. А в отвратке я ещё не был. Там в отвратке в амбаре шприц, может быть. Или я был в отвратке? Не, по-моему, в отвратке я был. Сейчас в пещеру зайду, полюбопытствую. Журнальщики. Был ли я в отвратке? А что у меня вообще есть там у меня эти мухи старые? Старые и новые. Ну, на всякий случай, давай возьми себе. Только вкусает кто-нибудь. Хотя, конечно, с твоим процентом здоровья, покусы, они не должны закончиться для тебя. Положительно. Точнее, они не должны закончиться возможностью полечиться мухом. Они должны закончиться возможностью порасти мухом через некоторое время. Это да. А вот полечиться это вряд ли. Сюда трос можно привязать, чтобы, так сказать, быстро отсюда спускаться. Ну, смысла в этом особого не вижу. Все. Шахта номер три. Я теперь точно знаю, что это шахта номер три. Я это запомнил. У меня мнемотехника особенная. Рассказать какая? А потому что три зоны запустения за корюк одинаковые, на букву З похожие. Поэтому я так и запомнил. Три зоны запустения из шахт, которые везут именно в зону запустения. А так шахт номер пять, которая от китовоиной станции до церкви, так сказать. Ну, так, смотрим. Что там насчет отвратки? Десять дней я там был. Значит, я и шприц там забрал. Дни на Загадочном озере. Семь дней на Прибрежке. Но это можно посмотреть по... А, здесь нету расписания по дням, где я был. В испытании хрен пишут, где я был. Вот тут какая проблема. Тут не смотрят, где я... Тут не пишут, где я был. Это тебе не выживание. Невозможно посмотреть, заходил ли я в амбар. Не заходил. Тут вот еще вода валяется. Ладно. Тогда погоди. Где я там еще не был? Нулевой у меня где? На Волчьей горе нулевой. В топе один день провел. Там шприц не забрал. На РЖД не был. Там два вообще, может быть. В Милтоне не был. Там один у самолета, может быть. И в Тихой реке не был. Понятно. Ну, Тихую реку, конечно, соваться. В Бледной бухте три дня побывал. А, ну, я там... Я там, собственно говоря, и появился. Я там не мог побывать. Это же испытание, пока мертвые спят. Ладно. Значит, решим. Ну, на Волчью гору, думаю, сходить. Как говорил Горбатый, я так решаю. С нами пойдешь. Вот. А я, значит, так решаю. Пойду. Слушай, уголь. Я, вроде, собирал весь уголь. Откуда его здесь опять так много? Я, наверное, пойду на Волчью гору. Но не уверен. Не уверен. Прибрежка, отвратка. Да, в принципе, с прибрежки на отвратку. Через сельский магазин. И там до Волчьей горы, в принципе, удобно бежать, да? Так. Ну, давай. И заодно поглядим, что там вообще в сельском магазине. Я был или не был. Ладно. Пойдем, значит, так. Попытаемся. Попытаемся, по крайней мере. А я вообще сюда откуда пришел? Наверное, из отвратки и пришел, да? Сюда. Да, точно. Я же записки у меня. Что говорится? Какой я шахте оставлял? Пыльные холмы верхние. Да. Значит, я через отвратку пришел. Если шахты пыльные холмы. Так. Все понятно. Это значит, я был в сельском магазине. Я, значит, оттуда сюда и пришел. Возможно, там я что-то оставил полезного себе для здоровья. А возможно и нет. Ну, короче, в любом случае я попросил, значит, на волчью гору. Решение. Решение принято. Бзинь. Вернее, не так. Суд удаляется для принятия решения. Суд принял решение. Волчья гора. Да. Это молоточек судебный. Судебно-исполнительный молоточек. Значит, пойдем на волчью гору. Конечно, ножовочка нужна. Без ножовочки меня там делать нечего. Вот я ножовочку не взял. Вот если у меня в прибрежке ножовочки нету. Хе-хе-хе. Что, у меня какая-нибудь может быть небольшая заначка на стоянке рыбокопов. Потому что я там терся. Я там терся. Ну что, попрем до этого. Да, как его там зовут? М-м-м-м-м. М-м-м-м. Подвала Хариса. На, или Хариса. В общем, пойдем. В общем, пойдем. Вообще, конечно, надо двигаться. Потому что еды у тебя не так много. Если ты сейчас где-нибудь застрянешь надолго, ты сам понимаешь, чем это попахивает. Старый остров между зонами. Разбитое шоссе. Сейчас тут будут штурмовые. Слушай, так я вообще, в принципе, если не замерзну, могу и дойти до дома мизантропа. В принципе, могу попробовать дойти сразу. Ну, загадывать не будем, да? Губы раскатывать не будем. Сейчас постепенно, постепенно. Будем заходить в подвал Хариса греться? Или Харисона? Так, будем ли мы заходить туда греться? Попрос, конечно, интересный. Не знаю пока. Здесь олень валяется в пещере? Не валяется. Здесь рюкзак валяется и дрына. Ну, я, наверное, сюда заходил. Я не мог сюда не заходить. Да, заходил. Дрына, дрына. Да дрына я не знаю. Пускай валяется дальше. Дрынчик пусть валяется дальше. В разбитую же железную дорогу можно еще сходить покрафтить. Но для этого надо решить вопрос с тем, где у меня еще тяжелый молот разбросан. Потому что что-то по молотам у меня непонятка какая-то. Температура минус 5. Где я их оставлял? Что-то я хрен понял. Еще, по идее, я сейчас выйду в боль путника. Это что такое? Это камни. В боль путника выйду, если меня тут волки не съедят. Вот. И в боли путника, там же машина стоит. Я в ней могу погреться чуть-чуть. Будем в подвал заходить? Думаешь, ты там что-нибудь оставил для себя? Давай зайдем. Вон волк ходит. Видал, волк там ходит? Видал, да. Волк, я в подвал. Волк, я в подвал. Я не к тебе. Так. Фундамент. Что же тут интересного в фундаменте я оставил? Думаю, вообще ничего. Баллон. Баллонами не пользуюсь. Сушилки, мойки пустые. Никого тут нету. Меняем факел. Да? Да, меняем факел. Подъедаем мяско. Может быть, меньше вонять буду. То есть, может быть, вонять не буду. Не, будешь вонять. Вонять ты будешь. И вот этот волк, который тут рядом шатается. Он сейчас тобой, конечно, будет интересоваться. Ну, у меня вроде как факел есть. Вот. А если факел есть, то вроде как... Меня не должен тронуть. Но он где-то прям рядом ходит. Он где-то прям очень рядом. Он вот прям вот он. Иди отсюда. Ты один тут или с братом? Вы тут просто еще с братом иногда ходите. Вас тут иногда двое. Так, что там внизу? Это что там такое? Нет, это там ничего. Брата нету. Он без брата. Не брат ты мне. Сказал он. Так, олень. Олень, к сожалению, не сегодня. Не теперь. Меня волки окружили. Мне надо отсюда линять. Эх, не так я пошел. Потерял много времени. Просто сейчас могут вернуться штурмовые эффектные волки. А у меня может факел погаснуть. Вот в чем проблема. Я спальник с собой вообще забрал? Забрал. Кто-то там сзади меня испугался. Шубы мои страшно пахнущие медведем и волком испугались. Эх, 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 эх. Шавки. Шавки жалкие. Жалкие шавки. Жавкошалки. Ах вы, жавкошалки. Как а? Жалкошавки. Жалкошавки. Жалконтора и жалкошавки. В жалконторе работают жалкошавки. Так, не зевай. Слышь ты, Остридина, не зевай. Нам с тобой еще идти, идти. Ты имей в виду, что если ты устаешь, то ты тоже начинаешь коцаться. Так что... Так что ты там это... Сейчас, короче, мог произойти эпик фейл. Факел мог кинуть в ту зону, где уже переход начинается. Ему нужно было бы туда не дотянуться. А тут метель начинается, да? Да. Начинается метель. Смотри, а тут так ясно. Слушай, ну какого лешего? Такой проблем наступил, а? Ну как мне теперь идти, а? Ох, дядя Саша, дядя Саша. Знаешь, что будем делать с тобой, дядя Саша? Я тебе сейчас скажу, что ты будешь делать. Наступило время для использования шприца первой помощи. Да. Причем надо еще как-то не промахнуться и попасть в дом мизантропа. Это прям задание, я тебе так скажу, не из легких. А еще надо не попасть в медведя. Да. Ну хорошо. Ну я не знаю, это очень трудно попасть в него. Так вот, наугад. Практически невозможно. Будем еще на непрочный лед не выбежать. До кучи. Так, уже по идее должен во что-то уткнуться. Это непрочный лед. Ага, это непрочный лед. Так, на непрочный лед мне не нужно. Это что такое? О, это вообще вода, блин. Ты все-таки на непрочный лед выбежал, осел. Ты все-таки, осел, выбежал на непрочный лед. Все, риск перехлаждения начался. Все, слушай, ну какого хрена, а? Зачем метель-то началась, когда я сюда пришел? О-о-о, непрочный лед. Да. Сейчас усталость наступит. И куда же я прибежал-то в конечном итоге, а? Остридина и Влампина, куда же мы с тобой прибежали? Да йоперный театр. О, скала. Так, это что такое? Это куда мы прибежали? Да хрен его знает, куда мы прибежали. Я вообще не понимаю. Все, действие закончилось. Куда мы прибежали, я не понимаю. Так. Куда мы прибежали-то с тобой, а? Куда мы прибежали? Хороший вопрос. Ох ты ж, йоперный театр. Где это я вообще нахожусь? Я не понимаю. Потому что метель. Потому что ни хрена не видно. Да. А как хорошо все начиналось, да? Ладно. Двигаемся. Пытаемся понять, где мы находимся. Ну, что-то ни хрена я не могу понять, где я нахожусь. К сожалению. К сожалению, я не могу понять, где я нахожусь. К какому острову я прибежал? Давай наверх. Может, тут сейчас дом какой-нибудь будет. Да не, мне кажется... Ага, какой-то дом стоит. Ну, что ж, потерял я много здоровья. Но ничего не попишешь. Зато живой. Да. Здоровья, конечно, чуть больше. Так, это до мизантропа все правильно. Так есть, так есть. Ну, ты скажи спасибо, что ты вообще живой. Да спасибо, конечно. Спасибо. Сейчас посмотрим, сколько здоровья у меня осталось. Было 29. Наверное, 29 и осталось. Пошли быстрее спать. Я же косвись от того, что я усталый. Да пошли. Не, ну что, приключения, приключения. Что за жизнь без приключений? Так, часик давай поспим. И посмотрим, что у нас по здоровью. Надо будет из игры выйти. Потому что в игре тут в испытании невозможно понять, сколько у тебя здоровья. Ну, просто. По крайней мере, я не могу понять. Так, давай выйдем из игры. И поглядим. Был 29%. Я заюзал шприц первой помощи. Но при этом, как вы видели, я устал. Встал. О, 38. Хм. 9% добавилось. Ну что ж. В принципе, неплохо. А, да что ты. Да, заходи. Какая новая игра? Заходи. 38%. Это лучше, чем 29. Вы согласитесь? Да. Ну, что я мог из этой ситуации? По максимуму, что мог из этой ситуации добыл. Могло все закончиться хуже. Ну, закончилось вот так. Ну что ж. Радуйся. Радуйся, буржуй. Что так все закончилось. Ой, я так рад, что все так закончилось. Я вроде могу 8 часов спать. Насколько я помню, воды мне хватает, чтобы поспать 8 часов. Сейчас, прикинь, не хватило, да? Одно печально. Сколько мне спи, здоровья не прибавится. Угу. Не, ну хорошо, что я вообще этот дом мизантропа смог это разглядеть. Что мне по дровам? А вообще можно на рыбалку сходить, да? Удочки есть, гвоздодер есть. Так, ну, сходим, конечно, сейчас мы с тобой на рыбалку. Давай еще где там кровать поспим. Вот, видишь, я сейчас проснулся тут посеред ночи. Не туда и не сюда. Ну, видали, как погода резко изменилась? Видали, конечно. Это трудно было не видать. Погода просто жесточайшим образом повернулась вспять. И если бы шприца первой помощи не было, ну, только если назад в Харрисона бежать, в подвал, да? Ну, пожалуй, да. Можно было назад побежать. Ну, там, видишь, метель, волки. У меня вон есть факел, два штуки. Ладно. Что было, то было. Тут уже ничего не попишешь. Может, было действие принято и не... Не верно было принято решение. Ну, сейчас-то уже поздняк метаться. Поздно пить боржоми, когда дырка... Да. Так, слушай, тут свет появился. Можно сейчас будет пойти что-нибудь... Может, рубануть, если тут еще что-то не разрубленное. Или занавеск нарвать. Как говорится, в любой непонятной ситуации рви занавески. Да, занавески нарвать можно. Да вообще, можно, наверное, дров себе рубануть. Ладно, еще пока занавеск нарву. Коль я уж в доме тут. У мизантрического тропа. Нарвем немного занавесок. Скажи спасибо, что на медведянина какого не нарвался, пока бежал. Да спасибо, конечно, мог бы нарваться. А оно мне не надо. Да это вообще... Оно вообще никому не надо. Нарваться на медведя так. Но тут ничего нет. Вроде все собрал. Там какие-то были баги внизу. Там баги! Там баги какие-то. Были какие-то баги, что появлялись эти. Чипси! Чипси-аги появлялись. Багами. Новые. Сейчас проверим. Может, тут тоже появляется. Но вообще, там домик рядом с Азэсиной. В нем появлял лис. Так, слушай. Сейчас будем зарубать. Сейчас будем зарубать дрова. Да с радостью. Еще у рыбацкого барака теоретически должно быть мясо медвежье. Хотя не помню. Хотя не помню, где оно находится. Но медведя вроде здесь стрелял. Сейчас сколько у меня медведей числятся? Убиенных. Невинноубиенных медведей. Убитых медведей четыре. А у меня только на шубу два пошло. Два пошло на мою шубу-то. Вот так вот дровишками мы обзавелись. И можно отсюда валить. Сейчас попробую рыбу половить. Так сказать, в надежде, что... Немножко топливо для лампы добуду. Но топливо для лампы, возможно, есть. Возможно, есть в Азэсине. Тут я все обыскал. Да вроде все. Баллончик. Нарисовать себе дорогу от рыбацкого барака? Ну, можно попробовать, если не забуду. Вообще, конечно, могу забыть. Банок тут накидал. Че-то тут банок понакидал. Там банки какие-то. Давай по максимуму разгрузимся. Разгрузочный день провезем. Проведем, провезем. Ага, провезем. Как видите, еды я с собой никакой особо такой не привел. Не принес. Да. Ну шо? Пошли. Тридцати восьми процентно здоровенькая Астридина. Это я, значит, не угадал в метель до мизантропа. Что я к нему зашел не с той стороны. Да я был в полном шоке, что мне сейчас пиздец приснится. Так что неудивительно, что я его не угадал. Не понимаю, каким образом я не начал бомбить на матерном языке. Как-то я это... Как-то я себя... Как-то я себя сдержал. Вот надо мной бы тоже так вороны каркали. Так, ну че? Рыбацкий барак. Пошли рыбу ловить. Пошли. Он все равно на моем пути стоит. Ну, на пути моем барачек стоит. От него не уйти. Наверное, в этой серии я не смогу воздейственно прийти. Наверное. Плюс еще туман какой-то. Температура. Минус 11. Медведь, прийди, я тебя постреляю. У меня, смотри, у меня стрелы есть. Ля какие, ля какие стрелы. Так, барак. Трос в нем лежит. Мясо тут лежит. Не, рыба. О, сколько факелов. Понятно, что тут у нас. Ух, 13 углей. Нифига себе. Слушай, козырно. И тут пусто, да? И тут пусто. Так. Зато тут есть котелок. Отлично. И, глядь, сколько факелов. Ух, сколько факелов я тут оставил себе. Какой ты, ты знаешь, гусь-то предусмотрительный. Сейчас вот ты их заколебешься разламывать. Может, мы сначала костер разведем, а? Александр. Александр, а как насчет костер сначала развести? Думаю, надо сначала его развести. Развестить его надо. 85%. То есть, есть пока еще не четвертый уровень разжигания. По-прежнему 85. Сейчас надо глянуть, кстати. Что там по рожеку? Что-то я уже жгу. Я уже сто дней почти жгу. Каман. Каман. Да, с такими метелями надо быть аккуратнее. Я попал в какой-то нехороший переплет. Я так далеко не уйду, если я буду в такие переплеты попадать. Так, ну, короче, пока хоре. Я пока факелы поперерабатываю. А тут пусть вода пошкварчит. Я думаю, мне тепло будет. Да, тебе тепло. Сейчас я в полнейшей безопасности. Во временной. Еда пока вроде рядом есть. Тепло. Есть уголь. Есть дрова. Есть возможность порыбачить. Сейчас посмотрим, как у меня тут рыба будет ловиться. А что я там хотел поглядеть? Я хотел поглядеть свой уровень. Навыка костроразводительного. Разведение огня. Ну, к четвертому подбираюсь. Разделка тоже к пятому. Рыбалка на льду. Три с половиной. Огнестрельное оружие. Стрельба из лука. Три с половиной. Починка. К четвертому подбирается. Так, револьвер прокачал книжками. До второго уровня, что ли. Так, рыбалка три с половиной. Ну, еще поглядим, как на трех с половиночной рыбалке будет ловиться рыба. Вообще, она ловится плохо. Пока мертвые спят, рыба на минималках стоит. Ловить можно, но так. Ну, и как видите, я все-таки ловил, потому что рыба какая-то рядом тут валяется. Значит, что-то клевал потихонечку мне. Я помню, когда я только пришел к прибрежку и пошел на рыбалку, она у меня ловилась офигенно. А потом я пытался рыбы наловить, чтобы себе здоровье не потерять. Уж есть было нечего. Она вообще не ловилась. Да. Вероятно, я где-то еще книгу нашел в зоне запустения по рыбалке. Почему у меня три с половиной в уровне? Мне кажется, мне было не на что так это раскачаться. Чтобы у меня было три с половиной. Сейчас, короче, будем ловить до упора. В оригинале, конечно, увидеть проходящего мимо медведя и зарядить ему стреловидный элемент в печень. Но это в оригинале. А там как пойдете. Слушай, вот у меня гвоздодер с собой. Его здесь оставить в бараке. Да вообще, в принципе, в этом бараке пока его оставить. В прибрежке он тебе тут особо не нужен. Если ты отсюда уходить собираешься. Ну, я думаю, гвоздодер ты где-нибудь найдешь. Ну, должен найти. Гвоздодеры вообще достаточно часто попадаются. Тут надо другой вопрос решить. Есть ли у тебя ножовка где-нибудь? Потому что если ты собрался на Волчью гору, без ножовки... А если ты так ее нигде не найдешь, что-то туда полезешь, на эту Волчью гору... Туда и так-то лезть особо нехрена. А уж без ножовки тем более. Опасный. Опасный поход на Волчью гору. Так, вот метель где-нибудь тебя встретит. Значит, надо действовать так, чтобы не встретила. Слушай, сколько ж тут этих факелов-то, а? Не, ну... Это правильно делается, что... Когда собираешься уходить, если горение печки тебе не нужно, чтобы он там еще три часа горел, или четыре, или час... Повыкинуть из нее факел, и потом их перебрать на палки. Конечно, затраты по времени. И все равно есть небольшие потери ресурсов. Но это лучше, чем ничего. Тем более у меня тут... Смотри, сколько этих факелов. У меня тут их офигенное количество. Я тут себе сейчас... На пару часов, а то, может, и на тройку... Что-то я даже не обратил внимания. Да блин, часа, наверное, на три будет тут палочек. Со сломанной. К тому же, вон, вода закипела, а на два часа закипает. Нет, двадцать одна минута. Сколько один вообще факел я разламываю? Две минуты. А, ну, значит, я могу десять факелов разломать. Да? Да. Разломаем. Десять факелков. Прикинь, она там уже закипела. Да не должна. Тринадцать минут. Она просто начинает булькать. Как бы предупреждай меня, что ты там, Эд, далеко не уходи, а то сейчас все выкипит у тебя, останешься без водных эффектов. Мне кажется, или кто-то рядом шуршит. В смысле, в игре. Не в доме. Сейчас только... Да вроде... Может, он только за бараком, медведь, от меня прячется. Я в одну сторону, он в другую такой. Хоп-хоп-хоп, прячется от меня. А меня тут нет, а меня тут нет. Так, ладно, ладно, ладно. Сейчас мы с тобой здесь, Саша, рыбу полоем. Так вот придется вот немножко вот повозиться с этими гребанными факелами. Но ничего не попишешь. Это в твоих интересах. А еще два литра поставим. Так, слушай, тут особо не накидаешь ничего в печку-то. Потому что она, в принципе, полная. Там один с половиной часов можно... А, нет, почти двенадцать. Да, ну все, вот один с пятьдесят шесть. Больше я не добавлю. Двенадцать часов, да. Не один с половиной, а двенадцать. Дров можно уложить на двенадцать часов. А гореть она может хоть весь... Хоть год внутриигровой, если будешь в нее без конца дрова таскать. Но это, я думаю, сделать сложно. Не, ну, может на каком-нибудь там... Итальце, пилигриме, вернее. Можно это сделать, когда тебя никто не беспокоит. Ни волки, ни какие медведи. Можно сделать, чтобы у тебя печка горела год. Хотя, наверное, это невозможно. Даже на пилигриме. Не, можно подготовиться. Получить пятый уровень розжига. А потом... Так будет более эффективно. Потому что, если сразу... А с пятым уровнем-то время горения продлевается. Ну, че? Разламывай! Да разламывай! Ща поглядим, че тут насчет. А, до закипания 23 минуты. До закипания 20 минут. 20 минут. Ну, блин. Ну, давай на два часика. Как говорится, ловись, рыба большая. Или очень большая. Но она вот не поймалась никакая. Времени было мало. Да. Угу. Сколько ж вам надо времени? Ну, что? Посмотрим, как оно. А никак оно. Вообще никак. Вообще никак. Правильно. Нафига. Козе баян. Слушай, ну дай хоть какую-нибудь рыбу. Ну, че такое? Я уже шесть часов тут рыбачу. Ну, не шесть. Ну, может, пять. А тут вообще ничего не ловится. Понимаю. Медведь. Че там у него такой? В его пешере. Есть какие-нибудь изверги тут? Изверги. Вон волк какой-то ходит вдалеке. Блин, я вчера в волков. Настрелялся. Мне что-то больше не охота. Меня вчера грызли-грызли-грызли-грызли. Вряд ли тебе это унести. Да вот что-то рыба-то у нас с тобой нифига не клюет, да? А че такой вес-то большой? Чем я там так вешу? А, ну шкуры всякие. Понимаю. Шкуры. Вон знанёры. Че, воду будем? Да давай кипятить. Дальше продолжаем. Опа, ну а форель. Привет, форель. Так. Ну давай заново. Форель какая-то попалась. Какая-то попалась форель. Понятно, больше никто не попался. Форель, ты готовься, короче. А я пока рыбу половлю, ты шо? Вдруг что-нибудь еще попадется. Вдруг попадется. Кто здесь? Кижуч, ага. Кижуч. Хренижуч тебе тут. Кижуч. Все. Да, сейчас будем спать, Астридина, я так понимаю. Нам тут ничего не светит. Ты прям вон там усталая вся какая-то. Когда усталая Астридина пытается поймать рыбу. Ну давай еще. Может косяк форели подошел. Опа, на. Здорово, дядь Саш, слушай. Здорово, Кижуч. Ну наконец-то, хоть что-то начало ловиться. Что же вообще я такой, я ловлю? О, ты нифига себе. Здорово, Кижуч, 4 килограмма. Какой ты серьезный, Кижуч. Вот это я наловил. Так, слушай, раз пошла такая пьянка, там косяк. Ватсон, Ватсон, там косяк подошел. Так, ты 25 минут, ты 27 минут, ты 16. Ну давай 27 минут. Там косячок, косячонок подошел, Ватсон. Срочно, срочно ловить, пока косячонок подошел. Из косячонка, вон там плещется. Давай, давай, давай. Давай, не хочет. Вот ты не хочет, гадина такая. Так, Ватсон, там косячонок, косячонок рыбацкий. Давайте, может, еще что-нибудь поймаем. Давай, давай, давай. Не, ничего, ты не поймаешь. Не, ничего. О, поймал форель. Отлично. Так, слушай, теперь знаешь что? Теперь я, наверное, не буду ничего ловить или буду. Да там просто уже усталость корячится потихоньку. Надо спать ложиться. Да? Да, не, все. Сейчас я вот эту вот форель приготовлю по-быстрому. И спать ляжем. Хватит. Хватит. Хватит нафиг. Пичура, что там тебя положить? Палочки. У меня еще палочек до пупа. Ну, а что? Я спать могу не больше восьми часов к ряду. Это же проверено уже. Проверено. Поэтому воды вот не забудь попить. Рыбу. Ладно, рыбу потом выкинем. Не пойду я туда высовываться. Там. Ах, волки и крокодилы. Восемь часов какие. Не пойду я туда. Так, слушай. Ну, можно еще рыбу половить. Немного я свою рыбную ловлю прокачал. Ну, она там качается медленно. Потому что каждая пойманная рыба это одно очкового поинта. Да? Да. Ну, вот и что там. Вообще незаметно, что что-то изменилось. Так, что там насчет зверья? Что там насчет зверья? Где она входит? О, Мишаня. На горизонте появился Мишаня. Так, Мишаня. Тебя бы стоило, наверное, подманить сюда, да? Подманить, горишь, Мишаню. А сам он сюда придет, если я рыбу буду ловить? Может, придет. Сейчас посмотрим. Давай мы с тобой что-нибудь придумаем. Давай мы сейчас будем ловить рыбу. Ну, видишь, он где двигается? Он двигается не в том фарватере. Он не в том фарватере двигается. Наш Майкл. Майкл не там, а. Но у меня еще есть... Что у меня есть? А что у меня есть? У меня еще есть 13 углей. Это можно очень долго ловить рыбу. Так, ну тут у нас сейчас утро раннее. Вообще, по-хорошему, если что, свалить отсюда в АЗС уже. Не возвращаться в этот, в дом мизантропа. Ладно, я сейчас половлю чуть-чуть. Если Майкл нарисуется, я в него буду стрелять. Ну, а если он не нарисуется? Ну, я в него, соответственно, стрелять не буду. О, что-то прям так рыбы ловится сильно. Ну, это хорошо. Ловись, рыбка большая и очень большая. Не хочешь ловиться. Так, что там насчет Майкла? О, Майкла. Тут не видно нифига, дядь Саш, туманчик пришел. Майкл временно отменяется. Так, ну там только 10 минут фарелька будет. Она вообще какая-то микроскопическая. Ну, слушай, мне хватило этих 10 минут. Это очень удивительно. Это вообще 9 минут. Это еще более микроскопическая. Так, ну давай еще одна фарелька, поймайся. Это что там, на 3 минуты, что ли? Вот это на 29 минуты. Это какая-то большая фарелька. Так, давай-ка мне еще. Кижуча теперь. О, 4,69. Фига себе. Так, давай кижуча еще на 4 килограмма. Давай еще на 4 килограмма кижуча. Фарельку маленькую дали. Так, до приготовления... До пригорания 49 минут. Это готовится 23 минуты. Теперь кижуча мне. Ага. Чего это он замерз? Теперь кижуча мне, пожалуйста. Дайте мне, пожалуйста, кижуча. Фарельку дали. Слушай. Косяк пошел. Надо срочно свою эту... А, она сырая. Я ее взял раньше времени. Блин, я ее раньше времени взял. Она и не приготовилась. Я что-то не обратил внимания. Кижуча мне, пожалуйста. Кижуча. 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 Все понятно. Все понятно. Косяк ушел. Ушел мой косяк. Ну дайте мне кижуча, пожалуйста. Ну что, вам жалко, что ли? Дайте кижуча так. Там пить надо. Да, я вижу. Пить не надо. Слушай, да ты и так тут рыбу нихреново наловил. Кижуча тебе. Там, смотри, топлива сколько. О, смотри. Пол-литра аж набрал. Да. Так. Поедаем. Что там самое мелкое. Чтобы оно тут не мешалось. Интересно, а как же рыба будет, если вообще докачаться вот в этом выживании до пятого уровня, в этом испытании кубка рыболовства? Как она будет ловиться на пятом уровне? Ну вот смотри, сколько я ее ловил, да? И что там по навыкам? Рыбалка на льду. Вот только до трех с половиной она дошла. Ну что? Давай попробуем еще половить немного рыбы. Что-то медведя я не вижу. А ты его и не глядел. Ты на него надо было чекнуть, медведя. Потому что он там ходит. О! Кижуч! До трехкилограммовый. Да какая же красота. Слушай, тут ночь надвигается. Кижуч трехкилограммовый. Поэтому тебе бы как бы это. Тебе бы как бы это. Медведя вообще не видать, где он есть. Это вон волк ходит. Мишане хрен его знает где. Да? Это волки. Мишане не видать. Так, ладно. Мишане не видать. Он вообще иногда прям прорисовывается вот близко. И вот типа нет-нет, а потом он хоба прорисовался. Так, 20 минут. Там уже прорубь замерзла. Но можно сейчас поспать, короче, лечь. Да? Да. Так, Кижуч. Свежеприготовленный. Еще маслового лампа взял. Да, у меня теперь его много. Действия. Давай заправим наш... Давай все, фонарь. А то в фонаре почти ничего не было. Вот теперь он почти полный. Нормально. Так, ну что? Тогда. Уголь. Спать до утра. Спать до утра. Ага, там еще фонари вон разрушены. Давай их разберем. Ну, вроде так рыба ловится. Непонятно, конечно. Дров много надо на рыбалку. Но наловить в конечном итоге все-таки можно. С распростертыми объятиями она, конечно, на мою удочку не кидается. Ага, все. Но жить можно. Ну что, посплю. До ночи тогда рыбу буду ловить. Что еще делать? Восемь часов. Мы можем спать за раз. Ночью рыбу ловить. А с утра надо в ЗС на уходить. Все, хватит тут сидеть. Рыбы наловил немного и нормально. С голоду не помер. Вроде как. О, а тем более сейчас как-нибудь метель зарядится тут на полдня. А я уже через одну метель еле пробрался. Чуть не помер. Нет, сначала давай-ка я, наверное, все-таки разобью прорубь. А уж потом воду поставлю. А то я пока буду разбивать ее. У меня вода практически выкипит. Семь часов. Очень хорошо. О, давай. Ловись, кишешь. Большой. Четырехкилограммовый. Или пятикилограммовый. Давай кишучу. Давай, давай. Форель. На восемьсот тридцать грамм. Не об этой рыбе я мечтал. Ну ладно. Тоже пойдет. Так. Отмена. Так. Сколько ты там? Четырнадцать минут. Ну, за четырнадцать минут это у меня вряд ли что-то такое скоропостижное поймается. Да, не поймалось. Хорошо. Ставь в воду. И, блин, оно уже замерзло. Что ты так быстро замерзаешь? У меня там вроде печка. В ней угля лежит там. Тонна. Вообще никаких. Никаких движух, да? Короче, еще разок. Сколько печки? Блин, пять часов гореть. И гореть много. Надо печку. Надо горение печное все выработать. И можно будет отсюда свалить. Форель. Кило семьсот. Нормальная форель. Большая на кило семьсот. Для форели это крупная. Все понятно. О, еще одна. Я только отмену хотел нажать. А тут одна мне еще в дорожку. Так. Двадцать три минуты. Двадцать семь. Пусть вот эта двадцати семиминутная форель готовится. А я пока, может быть, еще себе что-нибудь отловлю. Не, ничего ты себе не отловил. Ну, ничего. Давай еще что-нибудь. Так. Это двадцати трехминутная форель. Кижучо тобой. Пяти килограммов вон давай, Кижучо. Да, ешь, Кижучо. Не даешь. Понял. Понял, не даешь. Да, ешь, Кижучо. На пять килограмм. А лучше на шесть. А лучше окуня. Эдди сразу. Да, Эдди. Сейчас тебе, Эдди. Нету, Эдди. Эдди где-то бродит. Подо льду. Ну, поедим. Поедим. Че? Посейдон послал. Что там? Закипание 12 минут, а? А мы вот 12 минут будем рыбу ловить. Друг она поймается. Не, она не поймалась. Все, дядь Саша. Все, завязывай. Спи два часа и вали отсюда. Медведя не видать. ХЗ, короче, где медведь. Там вон волки ходят. Пока все бросит. Два часа поспать. Гвоздодер здесь давай оставим. И пойдем в АЗС. Ну, хватит тут сидеть. Че мог, поймал. Чуть-чуть прокачал свою рыбалку. О, вон, смотри, прокачал рыбалку. Чуть больше трех с половиной. Вот, если повезет где-нибудь книжечку найти. Я даже три часа тут поспать смогу. Если повезет где-нибудь книжечку найти. Немножко еще продвинешься в рыболовстве. Ну, а не повезет, не продвинешься. Я не помню, сколько у меня на АЗСе не воды. А тут час еще можно поспать. Сколько у меня на АЗСе не воды, еды и женщин. Поэтому возьму с собой пару литров и пару рыбы. Предварительно запихав несколько рыб в себя. Тумана нет. А вот и Миша. А вот ёперный театр и Миша. Вот только я собрался уходить. На те, Миша. Так, Миша. Кому не? Миша. Миша. Ты меня увидел или как? Или ты просто развернулся в мою сторону? У тебя же можно рыбы приманить, да? Допустим. Вот так. Рыбка, Миша. Не, ни хрена. Рыбка ему похреном. Миша, ты куда? Миша. Водички попить? А у меня водички нету. Ты вообще меня видишь или как? Там печка у меня не погаснет, да не должна. Это будет печально. Хоть уголь в неё подкидывай. Так, температура минус 7. От Миши просто нельзя далеко уходить, а то он перестанет меня преследовать. Миш, ты мне нужен. Тебе мясо. Тебе шкура. Тебе кишки. И поэтому давай-ка. Ступай-ка за мной-ка. Зайка. Хочешь, я тебе рыбки дам? Смотри, хоп. Миша, Миша. Ты чё, гад? Миша, ты чё, гад? Смотри, рыбка. Рыбка, смотри. Рыбка. Вот она какая. Вкусненькая рыбка. Так, вроде увидел. Вроде увидел. Смотри, рыбка, Миша. Миша, рыбка. Иди к ней. Чуешь рыбку? А поближе, если бросить её? Смотри, рыбка, Миша. Так, я сейчас чекну, что там с печкой. Ты будешь за мной идти? Идиот. Тогда погоди, Миша. Тогда ещё поближе рыбку положим. Тогда ещё поближе рыбку положим. Да, вот так. Вот тебе рыбка. Чё там с печкой? 30 минут. Придётся всё-таки положить один уголёк сюда, да? Да, потому что чё-то у нас с Мишей сейчас будет непонятно. А чё тут непонятного? Всё понятно. Вот он я. Вот он, Миша. Вот она, рыба. Я сейчас буду в него стрелять. Из Альдебарака. Может, попаду. Может, нет. Как пойдёт? Вчера в волков мазал дьявольским. Миш, ты прям к рыбе идёшь, да? Целенаправленно прям. У тебя прям цель рыбу получить. Миш, ты не отворачивайся от меня. Блин, в лапу попал. Ах, не попал. И вот куда он теперь денется, кто знает. Кто знает, куда он теперь денется. Чё ж ты ему так плохо-то в лапу попал, дядь Саш? М? Плохо попал. Это должен быть пятый медведь. О, может быть, он там сдохнет. Ну, давай ждать быстрее. Может, он там сдохнет. Миша, сдохни, сдохни, сдохни. Сдохнет? Где он? Где он? Где он? Непонятно, где он. Где-то там бегал. Так, смотрим журнал убитых медведей. Так, журнал убитых медведей. Убитых медведей. Убитых медведей. Убитых медведей. Нет, нет, он не помер. Он живой. Так, Миша живой. Миша живой. Эх, Миша, Миша, где ж ты есть? Тем более живой. Но он куда-то вон туда убегал Где-то там мельтешил А ты его теперь хрен найдешь Облом Ой, облом Облом, облом Еще чуть-чуть подождать Может он помрет Пока я жду Сейчас я и уйду, он же отхилится Битых медведей Не помер он Где он хз Какая была возможность Около положить, около барака Ну куда вот он делся Вот куда он делся Где он сейчас ходит Куда его унесло Так много вопросов И совершенно никаких ответов Где он ходит, куда его унесло Давай еще чуть-чуть подождем 49 минут Не знаю Он так быстро не помрет Что-то я в последнее время стреляю вообще косо Просто крайне криворуко Что-то у меня со стрельбой надо что-то делать Такая стрельба вообще никого не годится Миш, ну ты помер или нет, а? Ну и оперный театр Ну сколько это будет длиться? Битых медведей Нет, он не помер Ну а где он вообще есть-то тогда? Он делся-то Он делся-то А стрела моя в нем осталась или вылетела? Где вообще было попадание? Что, уже кровь исчезла? Кровь нахрен исчезла? Да нет, стрела у него вроде в лапе торчала, когда он побежал В передний, по-моему В переднюю лапу попал, да В передний лап, конечно, быстро-то от кровотечения не помрешь Вот он и не помирает Ну что, валить тебе надо, дядя Саша, отсюда, да? Угу, там волочки уже начали подвоевать Ну сейчас будем валить С медведем, короче, не заладилось Значит, будем валить Так, ну вот это давай на килограмм Вот это вот выбросим Форель или что это там Ох, сейчас волки меня будут прессовать Ох, они меня сейчас будут прессовать Я прям чую, как они будут доставать Ну пока, бери, короче, пару факелов И пошли отсюда И авось ты дойдешь Так, я хотел рисовать баллончиком Но это будет другой раз Пусть баллончик здесь останется Сейчас я ничего рисовать не буду Баллончик, стой здесь Сейчас не до баллончика немного Сейчас бы дойти живым до... О, у меня тут вода стоит брошенной на полпути Типа тяжело было нести, бросил Блин, с медведем Че ты так косок стреляешь? Надо как-то стрельбу из лука подтянуть Это никуда не годится такая стрельба Такая стрельба до цугундера доведет нахрен Это я тебе истину говорю Плохо ты закончишь с такой стрельбой Даже еще оленя вот этого не обработал Удивительно Тут еще один медведь может подойти к Азэсине К Азэсине вообще может и лось подойти В принципе, там может появиться Ну че, будем надеяться, что медведь не отхилится Ну а отхилится и фиг с ним Заново буду на него охотиться Ну, конечно, может и отхилится Ну, будешь стрелять лучше Тут то слишком высоко стреляешь То слишком низко Че-то так сейчас так низко Надо было чуть повыше А че, волк стоит? Да, волк стоит Че-то стоит, думает Смотри, думу какую-то думает свою волчью Пусть он пока волчью думы своей думает А я пока побегу Пока он тут свои глупые волчьи думы бегает А ты сзади или еще кто-то есть? Или у вас тут много? Не, мне много не надо Лось не появился Лося не видать Так, не, ну у вас в задницу У меня вообще здоровье Не, у меня нет здоровья с вами тягаться Так, ну что ж Что мы здесь забыли? Точнее оставили Сейчас узнаем Серный порошок с улыбкой странный Что ж, порошок это хорошо Так, шкура медведя Ага, здесь есть инструмент, но только синие Ну что ж, неплохо Синие-то лучше, чем никакие Кишки высохли Безведь высох Шкура Так, тут у меня Точильный камень Ага, гвоздодера у меня нету, да? Надо его было сюда принести Чтобы вот эти шкафчики открыть Понимаю Хорошо принесу Так, тут у меня, гляди Тут у меня достаточно много ресурсов находится, да? Да, достаточно много у тебя ресурсов тут находится Сейчас мы их все обозрим В обозримом будущем Тканям Много у меня тут тканей? Так, шкура волчьи одна Шкура оленя Раз, два, три, четыре, пять Ага Три березы Шестьдесят одна ткань Так, значит у меня тут вот Можно себе из оленя что-нибудь изобразить А вот волчьи шкура только одна Угу Понятно Может быть появится еще одна медвежья шкура Так сказать, в будущем Так, а мясо? Мясо есть немножко Хорошо Воды мало Так, а лампа что? Лампа 87% Но мне 20 мл Ладно, все, тогда сейчас будем баиньки, да? Да, сейчас будем баиньки Значит, сейчас мы с тобой будем баиньки Ну, а потом уже в следующей серии Я буду пытаться найти медведя Не знаю, что-то у меня получится Не получится Но пытаться найти его я буду Так Жрем вот эту тяжелую рыбеху Рыбеху тяжелую Да, медведь надо обязательно как-то это найти Живым или мертвым его надо обязательно найти Лучше, конечно, мертвым Ну, а можно и живым Надо будет себе стрел подделать А, слушай, наконечники надо было переложить Да, сейчас пойдем переложим сразу Пошли их в верстак положим пока Наконечники, перья У тебя их очень много Перев там полкилограмма Поэтому давай, смотри, вот наконечники Тут килограмм целый Да, древки тоже сюда положи И перьев тут у тебя было еще какое-то несметное количество Вон, полкило перьев О, так Теперь Что-то я еще хотел выложить Да что, факелов Вот этих вот один мне хватит Набор точильных Камней точильных Тоже пока один себе ставим Так, так Пока так Хорошо Хорошо Чтоб немножко персонажик наш был полегче А то же он шубу носит медвежью И волчью Они гады такие тяжелые Что вообще по одежде Перчатки надо чинить Перчатки Да Чинить Чинить носки Да, скоро надо будет починяться Сейчас будем ждать утра Но к утру можно будет выйти на улицу Чекнуть, не помер ли медведь Ну и на этом, собственно говоря, закруглиться У меня есть подозрение, что медведь Найн Найн помирать Я думаю, у него все козырно Он ласты не склеил Ему их не с чего склеивать Слушай, хоть бы в этом испытании Там после какого-нибудь, не знаю Пятисотого дня в здоровье, допустим Прибавлялось Да, типа прожил пятьсот дней Начало оно прибавляться Ага, хрен тебе Прибавляться после пятисотого дня Хоть бы по чуть-чуть там, я не знаю Посовсем бы чуть-чуть Слушай, ну там метет пока Высовываться особого смысла нету О, перестало О, знаешь, что надо сделать? Надо вот в тот багованный домик сбегать и глянуть Нет ли там случайно снова чипсов Сейчас сбегаем Сейчас сбегаем Сейчас как выйду, там как медведь стоит Так, сколько у меня стрел? А что у меня вообще какой лук-лук-лук-лук-лук-лук-лук? 61% А, ну это еще можно пострелять С учетом того, что у меня там навык Какой стрельба из лука? Ну, не самый низкий там Все равно Но все равно еще низковатый Так Ага Ну погода так прям зашибись Тишина Минус 13 Ну а что там по книжке убитых медведей Убитых медведей? Не-е-е, жив-здоров Жив-здоров Ничего ему, ни почем Ходит себе И в ус свой медвежий не дует Стрелу мою куда-то задевал Стрелу мою он, гад, куда-то задевал Так, проверяем домик Немного багубный он был Он, он рождал чипсы Этот дом рождал чипсы Батсон, Батсон, этот дом рождал чипсы Сейчас проверим Что нам сегодня подарит Дом рождающий чипсы Подарит он нам что-нибудь в этот раз или нет? Сейчас проверим Температура минус 18 Где-то еще один медведь бродит Однозначно Так, а тачку эту я за... Да Ну вот это был дом рождающий чипсяги Сейчас мы его и проверим Ну вот здесь чипсяги рождались Не, дом больше чипсяги не рождает К сожалению Эх, а так хорошо было Когда он рождал чипсяги Может быть все-таки это была Куриная слепота имени меня И никакие чипсяги Слушай, а ножовки у меня здесь нету, да? Ножовки здесь нету Надо идти, значит, на стоянку рыбокопов Там искать ножовку Вроде как не было ножовки в АЗС Хотя я, может, плохо проверил Ну, сейчас получше проверим Нет, нет тут никаких Больше газировок, чипсягов Не знаю, что это было Слепота, баги Или то и другое Можно без хлеба Да, надо проверить наличие и отсутствие На АЗСе не ножовочки Да нет там, по-моему, никакой ножовочки Сейчас пока светло пойдем глянем На рыбокопов Ну, вряд ли там ножовка лежит Я бы, наверное, написал себе Хотя На рыбокопов тоже, наверное, что-то оставлял Вот что оставлял? Не помню Но точно что-то оставлял Тут костер горел Я тут то ли медведя ожарил В этом что, мясо еще осталось? Да, мясо еще осталось Тогда его Отнесем отсюда Нечего ему тут лежать Какие-то шороки по бокам страшные Только это волки или медведи Мясо в норку надо отнести Тачка Понятно Гвоздодер у нас в бараке лежит Необходимый Так Тут вроде никого не видать О, Миша Зашибись, рубаха в клетку В попу Смертельная рана в попу Так, еще одного медведя ранил Куда улетела моя стрела Которая первой была мимо Вот она Пошли мясо выкинем А куда же этот медведь Убежал в попу раненый Но он тоже не помрет Не, не помрет Не, не помрет Тем более он в помещение зашел А если я тут сейчас еще подожду А если я тут еще посплю Он вообще нафиг пропадет Из виду навсегда Так, ну а что Мне его преследовать? Там на улице холодно Мне его преследовать Так, ты хотел проверить Наличие и отсутствие ножовки Здесь все пусто Здесь ножовки нет Здесь только инструменты лежат Внизу ножовки нет Слушай, двух медведей ранил И ни один сдохнуть не хочет Здесь тоже ножовки нет Здесь все пусто Открыт только вот этот шкафчик В нем ножовки явно нет Да? Да, явно нет Это все, что в нем есть И это не ножовка Это не ножовки Это не ножовка Это не ножовки А медведь, блин, раненый Но я сейчас выйду Могу в машине посидеть Подождать Ну, я сомневаюсь Что это чучело помрет Куда она вообще убежала? Давай присядем в точилу Какая температура в точиле? Минус шесть Что там насчет медведей? Убитых медведей Убитых медведей Да, четыре Я могу подождать тут Допустим, чуть-чуть Пока я буду вот так вот Не, давай в спальнике подождем Все это Не так будет сильно холодно Да? Да, он даже в плюс перешел Ну и что с медведем-то по итогу? Он склеил свои ласты медвежьи Хоть кто-нибудь склеил свои ласты? Нет, никто Хорошо, я продолжу ждать Я продолжу ждать Тем более здесь мне Клаустрофобия хотя бы не грозит Мне вон пока тип луо даже Рада вода кончается Эээээ, отмену Что-то мне на ту кнопку жму Так, спальня, кстати, надо залатать Что-то у меня там какой-то 3,2 градуса Да, 63% Так, убитых медведей Ну что он? Убитых медведей Да, какой-то из них помер М-м-м-м Ну что ж, искать мы его будем в следующей серии И осталось теперь понять Какой именно помер И где Это очень интересный вопрос Он куда-то туда рванул И где он мог тохнуть Вообще не знает никто Ага, вот волк зато Нет, волк, мне с тобой не резон встречаться Иди-ка ты в заднюю область Острова Великого Медведя Нет Я сейчас спальник свой починю Действия, ремонт Ааа, удочка Десятипроцентная Слушай, тут же у меня вон набор для шитья Дофига валяется Давай возьмем набор для шитья Починим спальник Смотри у меня сколько наборов для шитья Ой, спальник Набор для шитья Как починим О, как починили Новый спальник Слушай, где ж теперь Медведя мне найти, а? Вопрос, конечно, очень хороший Где его найти, я понятия не имею Но найти его надо В обязательном порядке Давай зачинимся Зачинщик Блять, Саша зачинщик Че еще зачинщик будет зачинять? Ну, допустим, носки Да? Да Ткани как выяснилось много Наборов для шитья много Будем прокачивать навыки починки И все мне будет чуть теплее Джинсы Джинсы Да давай починим Когда ты там себе сошьешь С эти соленья Штанчишки Хрен его знает Поэтому Чини джинсы Так, это пока пусть останется 79 Так, 91 56 Вот, это давай еще починим Я сейчас погляжу Какой мне все это бонус Тепловой в итоге дает А медведя с утра Надо срочно искать Иначе это Иначе ему придет Кирдык Так, бонус, говоришь, тепловой Плюс 24 Блин, плюс 24 Это хороший тепловой бонус Ой, воды мало А где моя вода? У меня вообще здесь есть вода? А тебе на шо вообще? Тебе на шо вообще лампа? Ну, к свете Один вода стоит И все, что ли? И тут на входе нигде нет воды? А, есть вода Ну, ура Вода есть Слушай, а прикинь сейчас это На утро оказывается, что два медведя померло Такого быть не может Такую удачу В такую удачу я не уверю Чтобы сдохло два медведя Ага, и я в итоге ни одного не найду, да? А, вот в такую удачу я верю Что их два померло, но я ни одного не нашел Так, ладно Восемь часов сна Утром выйдем, чекнем еще раз Что там по медведям Мне прям интересно Что там по медведям Будет очень весело Если второй тоже помер А может это вообще вот первый помер Который сейчас пятым отображался Может быть Которым в лапу я вонзил Ну, мне кажется Тому, который в лапу вонзил Он за счет того, что я в помещение уходил А до того, как я в помещение ушел Он не помер Я думаю, он это Запропастился куда-то Навсегда Больше я его не увижу Есть у меня такие подозрительные подозрения Так, солнце вышло Солнце вышло Солнце вышло Теперь я, значит, воды попью Посплю Выйду на улицу И на этом мы с вами, друзья мои Закруглимся Харе А то уже там Значительно больше часа Кстати, что там? Сто дневку Сто дневку-то откатал Да! Сто дневочка Сто дней, сто мест Все У нас соточка Соточка откатана Осталась вторая половина Да Не, ну если я не буду Дьявольски замерзать То, может, я, конечно, Эту вторую половину И отживу нормально Так, ну что тут по медведям? Где он? Погиб Кто знает А где второй погиб? А с чего ты взял, что второй погиб? Убитых медведей Не, погиб один, да А где он? Пойди-ка, ты поищи Где он погиб Ну, может, где-то там На пруду На этом, на льду Так, ладно, друзья мои Все, на этом мы Нашу серию, по-моему, 22 Ну, неважно В описании цифры Будет правильно указано Заканчивать Чего я благодарю вас За просмотр Пишите комментарии Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Нажимайте колокольчик Чтобы не пропустить Ни одного Нового видео По челленджу ПМС-200 Все Будьте здоровы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому